Здравствуйте, мои дорогие рыбы! Давайте вместе с вами посмотрим, что вам высшие силы подсказывают на август месяца, на начало месяца, на середине и на конец месяца. И давайте вместе с вами посмотрим, что у вас выходит на начало месяца. Если вы готовы, давайте вместе посмотрим. Первая карта, мои дорогие, для вас – семерка меча. Семерка мечей показывает то, что у вас как будто уже в начале месяца Здесь у вас как будто кто-то старается, знаете, как будто, или даже не то, что старается, как будто рядом с вами есть люди, которые крадут вашу энергию, как будто, знаете, даже может по-хитрому хочет какие-то финансы, какие-то, знаете, вот как будто рядом с вами есть такие люди, которые хотят чего-то от вас. Следующая карта для вас, мои дорогие рыбы, на август месяц, и вы сами выпадаете, выходит королева кубков. Здесь больше я могу сказать, что рядом с вами может быть такие люди, которые могут вот именно эмоционально, внутреннее состояние для того, чтобы как будто вам украли, как будто чтобы у вас, знаете, вот именно эмоционально у вас как будто было плохо. И для этого вам на начало месяца нужно как будто здесь, знаете, убрать этих людей, которые рядом с вами. Следующая карта для вас, мои дорогие, это шестерка кубка. А шестерка кубка я еще здесь могу так сказать. Почему здесь? Может быть, прошлые люди, вы как будто должны убрать, вот именно эмоционально, почему даже вот карты все сами с собой, вот вы должны убрать вот ваше прошлое, потому что ваше прошлое, вот и идет вот то, что вы как будто без силы, вы как будто, знаете, теряете очень много энергии, вот из-за того, что вы как будто тянете ваше прошлое вот за собой, вот такое вот. Следующая карта на август месяце для вас, мои дорогие рыбы. Это у нас карта королева жезла. А королева жезла показывает то, что здесь вы можете, то, что, знаете, как будто здесь может показать то, что у вас идет вот из прошлого вы то, что думаете о какой-то женщине. Женщина, которой вы не можете ее отпускать. Вы женщина, которой вы не можете вот, знаете, как бы отпустить вот то, что она как будто ваше прошлое, но вы тянете за собой, вы тянете, вы думаете о ней, вы не оставляете ее. Следующая карта на начало месяца – это правосудие. Правосудие показывает то, что вы должны справедливо оценивать ситуацию, что вы, может быть, у вас с этой женщиной – это ваша карма, это ваши уроки, это ваше то, что вы должны как бы понимать в жизни. У нас дается люди как учители, как это для того, чтобы мы понимали чего-то в нашей жизни. Но вот вы, вот в начале августа, вы как будто тянете, это все-все, вот прошлое вот у вас идет за собой. Вот как будто, ну, эта женщина, я могу сказать вам то, что это ваша карма. Вы как будто вот, ну, вот, может быть, здесь осознание не приходит, но вы как будто очень-очень сильно тянете ваше прошлое вот за вас. Поэтому у вас не как бы в начале еще вы, как говорится, о прошлом думаете. Следующая карта на середине месяца – это рыцарь жезла. Рыцарь жезлов показывает, что вот даже то, что вы на середине месяца августа, мои дорогие рыбы, горите изнутри, у вас происходит вот это внутреннее состояние, то, что вам плохо, вот именно эмоционально, именно энергия, то, что вы бессильны, то вы боретесь, все-таки вы не останавливаете, вы как бы боретесь за это. Следующая карта на середину месяца, и вот и показ карта борьбы. Карта борьбы – то, что вы хотите двигаться вперед, вы хотите что-то новое. Хотя вы знаете, вы как будто ставите цель для того, что это самое, но все-таки вы идете в прошлом. Следующая карта – умеренность. Карта умеренности показывает, все зависит от вас. То, что да, вы контролируете эту ситуацию, вы как бы под контролем все это внутри, но вы знаете, для того, чтобы убрать чего-то из прошлого, воспоминания, чего-то касается именно прошлого, это все зависит от вас. Здесь никто вам не поможет, именно вы. Следующая карта – тройка жезлов. И здесь и показывает, ваше благородство здесь то, что показывает, еще ваш самоконтроль, вы как будто уже на середине месяца августа, мои дорогие рыбы, вы делаете выбор, то, что вы как бы решили чего-то прошлое оставить. Следующая карта – волшебника. А по волшебнику вот почему вы уже как бы начинаете какие-то действия уже, знаете, потому что вы мастер, вы человек. Знаете, здесь еще карта показывает то, что вы знаете, чего вы хотите. Знаете, вы если уже как бы ставили уже это, ну, то, что даже то, что вы горите изнутри, все, вы как будто уже в середине, вы должны понимать, что я делаю выбор, то, что я делаю там действия в другую сторону. Следующая карта на конец месяца для вас, мои дорогие, и двойка пентаклей. Двойка пентаклей показывает. Для того, чтобы вы, знаете, не потеряли свою почву под ногами, вы должны уже принять вот эти действия, вот этот выбор, который вы сделали. Вот для того, потому что здесь может быть шаг влево, шаг вправо, вы можете потерять, как бы говорите, то, что у вас на данный момент есть. Следующая карта на конец месяца – это двятка кубка. А здесь почему можете потерять? Потому что ваша высокомерие, то, что вы как бы человек, который может все сделать, я все могу, у меня все есть. Вот здесь вы как будто должны чуть-чуть ваш нос отпустить, вот, ну, голову отпускать чуть-чуть, потому что вы можете потерять. Вот вы можете потерять то, что вот именно под конец августа вы как будто вашу почву, вашу стабильность вы можете потерять. Следующая карта на конец месяца – Верховная Жрица. Вот по Верховной Жрице здесь показывает, что благодаря вашей мудрости, благодаря вашей состоянии, которую вы здесь еще можете показать то, что вы должны как будто, знаете, прислушиваться даже, может быть, даже вашу интуицию, внутреннюю интуицию, то, что вам выше, вот внутри подсказывает, как будто здесь еще вы должны прислушиваться. Следующая карта на конец месяца – это конец четверка Пентакли. А четверка Пентакли что показывает? Потому что здесь как будто вы, здесь именно, что как будто вы боитесь потерять финансы какие-то, знаете, вот эта ваша жадность и приводит вас вот к этой состоянии, где вот вы внутри вот горите. Следующая карта, мы возьмем карту совета для вас, мои дорогие рыбы, на август месяца. Что вам высшие силы подсказывает? И следующее, карта совета показывает то, что вы должны работать. Но здесь еще показывает то, что самое главное, вы не останавливаете, вы боретесь за это, вы боретесь что-то менять в своей жизни, вы борете вот то, что вы решили какой-то выбор делать. Вы как бы не останавливаете, вы идете вперед. Этот расклад, мои дорогие, был для вас на август месяца. Если нужны личные расклады, обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране.